Добрый вечер. Это телеканал ИТВ. Прямой эфир. Программа называется «Сумма мнений». Сегодня в программе. Программа называется «Сумма мнений». Призываю участвовать в нашем разговоре. 376-4588. 376-4588. Это телефон прямого эфира. Еще есть возможность писать в разные мессенджеры. Ватсап, Вайбер, Телеграм. Номер такой. Плюс 7900-206-4588. Плюс 7900-206-4588. И, конечно же, доступны комментарии на сайте. Первый комментарий уже вижу. Обещаю почитать, когда будет побольше. Почему мы говорим про патриотическое воспитание? Ну, потому что, знаете, есть запрос вообще-то на некоторую идеологию. И даже когда государство не участвует, люди стараются этот вакуум сами компенсировать. Сюжет мы про это посмотрим позже. Но еще главнокомандующий, конечно, дал нам возможность про это говорить. В понедельник в Астрахани во время Совета по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил, что России нужен закон о российской нации. Он поможет нам жить в мире. И сказал дословно президент следующее, что точно совершенно можно и нужно реализовывать. Это прямо над этим сейчас нужно подумать и в практическом плане начать работать. В Кремле, если честно, ну вот по сегодняшним заявлениям, еще не знают, ну или не хотят говорить, о чем будет этот закон. Есть такое ощущение, что вроде бы президент поддержал, значит, надо чего-то изобрести. И сейчас будет срочно эта изобретация. Российская нация, некоторая идеологическая концепция, которая должна нас объединить. И, конечно, в первую очередь эту концепцию будут продвигать среди детей. Ну вот давайте поговорим, нужна ли идеология детям. Телефон я назвал, WhatsApp назвал. Смотрим сюжет про то, как на Урале сами люди заполняют вакуум патриотического воспитания. Потом обсуждаем. Равняйсь, смирно, по порядку номеров, рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый. Из-за парты сразу в строй. Откосить здесь никто и не думал. После урока в Белембаевские школьники торопятся на местный стадион учиться маршировать и отжиматься. Военному делу их учат родители. Они создали патриотический кружок, чтобы дети не шатались без дела. Ведь рассказывают молодежи, в поселке заняться просто нечем. Или занятия эти не детские. Ну, здесь ни одного кружка нет в Белембае. Вообще здесь, ну, ничего нет. Есть всего две кафешки. И то туда, как не зайдешь, то сидят, пьют, то еще что-нибудь. Мы решили организовать вот в деревне, чтобы было куда хотя бы молодежи приходить. Четыре десятка детей в отряде занимаются уже два года. По чутким руководствам отцов и по совместительству инструкторов, три раза в неделю учатся стрелять из винтовки и арбалета, ходят с троем в походы и укрываются от обстрела. Граната. Подъем. Воздух. Здесь все как в армии. За старательность и успехи в тренировках курсантов даже награждают званиями. Восьмилетний Артем в строе самый юный. Но, несмотря на это, уже дослужился до эфрейтора. Говорит, благодаря кружку он уже полностью готов к военной службе. Осталось только дорасти. А почему вам нужно выполнять команду? Как они тебе пригодятся потом? Ну, вдруг только это случится, а я уже подготовленный. Несмотря на сложные задания и военную направленность, большинство рядовых здесь в юбках на 20 девчонок всего лишь 17 ребят. Из-за количества курсантов кружок даже окрестили женским батальоном и назвали в честь грациозной рыси. Одни девочки были, 35 девочек было. Два мальчика. Мы же не взяли мужской батальон, правильно? Не удивительно, что и командует здесь всем барышня. Симу заслуженно сделали младшим сержантом. На тренировках она выкладывается на все 100. Школьница рассказывает, после двух лет занятий в рысе решила, что не хочет расставаться с военной сферой. И всерьез задумалась пойти учиться на врача. Стать медиком, военные медики тоже есть в любое время, они нужны. Так что... Ну, будем надеяться, мне в мирном времени понадобится медицина. Думаю, на поле боя мне не придется быть. Вместе с Симой надеть белые халаты мечтают еще пять девчонок из рыси. Их сослуживцы собрались пойти в следователи. А один из курсантов даже всерьез задумался о карьере военного. Выходила на берег, Катюша, на высокий берег, на крутой. Спасибо за видеоматериал телеканала «Итерра». Вот сейчас будем обсуждать, почему у нас патриотизм. Это сразу встроим. В гостях в нашей студии Андрей Лямзин, доцент кафедры евразийских исследований Департамента международных отношений УРФУ. Иван Поп, кандидат исторических наук, директор Центра реализации студенческих проектов и программ Уральского педагогического университета. И, кстати, автор всероссийского патриотического проекта «Живая история». И Михаил Александрович Корабельников, тоже историк дипломированный и политолог. Скромно представлю вас. Давайте поговорим про этот сюжет. А почему у нас, если патриотизм, это сразу военрук сказал, и вот там граната, подъем, а потом атака с воздуха. У нас бывает другой какой-то патриотизм, что-то вот нам понятно, кроме этого. У вас же есть готовая концепция, какой он патриотизм, почему вот чаще всего такой милитаризованный случается? Прежде всего, это доступно, ребятам это нравится. Вот мы работаем со студенчеством в Центре реализации студенческих проектов и программ. Это, прежде всего, 18-20 лет вот нашим студентам. И они тоже любят и в квесты патриотические, и создают сводные отряды студенческие, где также маршируют, и где также спасают людей, то есть учатся. Вот это объединяет, и мне кажется, в принципе, это молодёжный и своеобразный запрос. Поэтому ничего в этом страшного нет. Другое дело, что мы развиваем и другую сферу, то есть, например, и не только строим, вот наш проект всероссийский, он на это и рассчитан, что дети, например, рисуют картины, загружают на сайт, то есть вот в таком плане, то есть через свою деятельность они доказывают любовь к своей родине, например. А можно я тоже покажу? Ну потому что вот вы принесли фильмы, например, да, и нет такой обложки, где не было бы военной тематики. Тоже политрук поднимает солдат в бой. А чего военное это у нас? Мы кроме войны можем ещё вокруг чего-то мобилизовываться? Дело в том, что это начало проекта. И, естественно, Великая Отечественная война для наших студентов была очень значимым событием. Это с 1943 года, вот 70 лет мы отчитали, и с 2013 года реализуем этот проект. Ну и, следовательно, они хотели встретиться с ветеранами, которые будут рассказывать им о тех событиях. Это, знаете, это непередаваемое ощущение. Я сам 50 ветеранов посетил, и вот те воспоминания, которые у них, мне кажется, это очень важно, и чтобы мы сохранили для наших потомков. Вот поэтому лишь эта часть проекта, я имею в виду, ещё у нас сайт развивается, где гражданское патриотическое воспитание также присутствует. – Андрей Валерьевич, Михаил Александрович, давайте откатимся немножко назад и поговорим вообще, зачем детям нужна идеология и нужна ли в принципе военная, невоенная, любая. Надо им какие-то прививать такие догмы, что ли, связанные с, не знаю, государственным строем или главной линией государственной? – Мне кажется, что ничего плохого в идеологии нет, но единственное, что мне лично кажется, что сама по себе идеология как таковая, именно в понимании сформированной системы пропаганды и формирования личности, ну вот как в советское время это было, вот эта однобокость, она излишняя, я объясняю почему. Потому что мне кажется, что ребёнок должен формироваться как личность, которая самостоятельно принимает решения, не которая задурманена чем-то, хорошее это может быть или плохое. Когда она принимает уже оценочные осуждения, ребёнка надо учить делать, давать оценку событиям на основе фактов. Вот тогда идеология появится сама по себе. Идеология достоинства, идеология гордости за свою страну. Вот Влад, вы совершенно правильно сказали, когда мы говорим о войне, безусловно, в 20 веке это было самое сильное и самое мощное явление, которое произошло. Да, оно действительно наложило. Но давайте посмотрим, у нас есть чем ещё гордиться. У нас есть, между прочим, мы первые оказались в космосе. Почему-то мы забыли, у нас в прошлом, в этом году, кстати, было, был 65-летний юбилей первого полёта человека в космос. Мы первым, если мне не изменяет память, опять же, высадились на искусственные... У нас появился луноход у первых, по-моему. У нас было очень много достижений, которые на сегодняшний день, в 21 веке, заложены и которые определяют сегодня движение всего мира. И мне кажется, вот об этом тоже надо говорить. Это и есть та самая идеология, когда мы приводим факты, не оценочные осуждения, а именно факты, правильные факты, чтобы потом не переделывать историю, чтобы у нас в конечном итоге мы перестали быть страной с непредсказуемым прошлым. Андрей Валерьевич, ну вот всё, что мы тут слышим, оно немножко само себе противоречит. Даже Михаил Саныч, когда говорит про то, что надо дать ребятам возможность самим осмыслить, и потом называет, безусловно, положительные факты. Надо чего-то детям, как непреложную истину патриотическую, рассказывать или нет? И сами разберутся. Просто лучше их образуем. Совсем так я говорю. Ну, я полагаю, всё же, что надо проводить работу, надо рассказывать детям. И в этом смысле я согласен с тем, что вот в идеологии ничего плохого нет. Но тем более, что идеология такая вещь, что если мы это пространство не заполняем, его заполняет кто-то другой. То есть, вот, допустим, тот же пресловутые экстремисты, которые живут где-то в восточных странах, не будем называть их по их названию, но все понимают, что это за люди, они глубоко идеологически убеждены в своей правоте. И вот если им объясняют, что на том свете их ждёт счастье, то есть, грубо говоря, если юноши объясняют, что в случае его героической гибели на том свете будут ожидать прекрасные наложницы, то его ничем нельзя остановить, потому что ему кто-то это объяснил. Хорошо. У нас сегодня новая форма с вами общения. Будем её опробовать. Мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7900-206-4588, плюс 7900-206-4588. Не стесняйтесь, пишите. И, конечно, работает телефон прямого эфира 376-4588, 376-4588. Ну вот что рассказывать детям, если какую-то диалогию им вообще предлагать? И вы что предложили бы? И нужно вообще это делать или нет? Так сами разберутся. Маму любят, ну и с Родиной как-то разберутся. Мы же не преподаем в школе любовь к матери. Вот и любовь к Родине, может быть, не надо. Хорошо, пишите на сайт, давайте не стесняйтесь, в мессенджеры тоже. Отлично. Ну, я тогда вас спрошу то же самое, что я ещё зрителям говорил. Мы же в школе не объясняем, что маму надо любить, а дети как-то сами понимают. Дети не дураки. От кого этот запрос вообще исходит? От самих детей, от педагогов, от власти. Кому это нужнее-то всего? Вот смотрите, объективно, любовь к Родине необходима. Необходима для сохранения государства, для сохранения общности какой-то, и как инстинкт самосохранения, на уровне инстинкта самосохранения. Просто не надо путать территорию и Родину. Родина вмещает в себя не только понятие территории, Родина вмещает в себя понятие взаимоотношений между людьми. И не зря самое страшное для людей, когда они покидают Родину, это тоска по берёзкам. Вы знаете, я в детстве вспоминаю, что когда нас накачивали идеологии, мне казалось, что настолько вкачали, что берёза это русское растение, что я думал, что если за границу Советского Союза выехать, там берёзы заканчиваются, их там просто нет. Когда посмотрел по телевизору Кубкина путешествий, первый раз с удивлением узнал, оказывается, берёзы растут из-за границы Советского Союза. Понимаете, вот это перекос идеологии. Я, конечно, утрированно говорю, но суть в этом. Поэтому любовь именно к людям, к отношениям, любовь к общечеловеческим ценностям, которые заложены, кстати, в основах, положены в основу любой религии, что бы там ни говорили. И вот это вот уравновешивание между стремлением человека выделиться, стремлением человека подавить других, и чтобы это привело к самосохранению, это и есть вот та самая идеология любви к родине, любви к тому, чтобы жить там, где ты живёшь, было хорошо и комфортно. Я просто, знаете, в 83-м году родился, пошёл в школу за год до крушения советской власти. У меня не было никакого патриотического воспитания и не было никакой генеральной идеи. Я в школе с удивлением узнал, кто такой Ленин. Мне учительница сказала, что это наш вождь, и первый класс, последний год советской власти. Я подумал, мы что индейцы, что у нас вождь. Ну, то есть настолько было незамутнённо, видите, ничего вроде вырос, и выросло целое поколение, внуки-победители, и страна при нас не развалилась. Скоро мы будем основной возрастной группой. Ничего нам, государство сохранилось. Вам нужно было какое-то патриотическое воспитание, если вы сейчас предлагаете? Вы знаете, всё же идёт из семьи. Я в 90-е годы очень хорошо помню. Вы в 83-м, я в 82-м году родился. И то, что было в 90-е годы, меня не совсем устраивает, потому что не было действительно необъединяющей идеи, не чувствовалось, вот как правильно мой коллега говорит, любви. То есть, смотрите, я недавно общался с человеком, который собрался переехать в Европу, в Германию. Я был немножко удивлён, конечно, но я понял, почему он собрался, потому что он не может здесь самореализоваться. То есть, он, может быть, не получил того уровня образования, может быть, что-то это. Дальше он не чувствует любви со стороны. Ведь, смотрите, наши студенты почему любят наш вуз? Вот я так сравниваю. Потому что они чувствуют, что их там любят, их там ждут. Потому что они могут там самореализоваться. И вот отсюда, как правильно коллега сказал, вот отсюда и возникает любовь к семье. Почему он семью любит? Потому что его там любят. Почему он любит там работу? Потому что он там самореализуется, его там любят. И так всё идёт, это действительно понарастающе. Если человек себя здесь не может реализовать, он думает, что где-то там ему будет хорошо. Хотя я ему о Германии рассказал несколько другие факты, которые сам испытал. То есть я не скажу, что там плохо, но это несколько иная культура, это иная цивилизация. Мы все прекрасно понимаем, что есть разные цивилизации, которые существуют в данный момент. Ну тут про сходство различия русских и немцев я мог бы надолго углубиться, но времени мало. С другой стороны, беречь свою землю, беречь своих людей. Например, мне всегда вспоминается, как мой немецкий друг Матиас однажды, когда мы ездили в Ирбит, учил нас патриотизму. Как он учил? Он не говорил, что будьте патриотами России, вот мы немцы патриоты. Нет, просто кто-то из нашей группы бросил батарейку использованную. Он так на это посмотрел, долго ходил, топтался, потом подобрал ее, сказал, ну зачем вы выбрасываете? Вы знаете о том, что эта батарейка там на 7 метров вокруг себя все отравляет, ее ни в коем случае нельзя выбрасывать. В общем, в конце концов, значит, он ее там переложил туда, где она должна быть. Совершенно без каких-то таких вот зиданий. Я за эту вашу батарейку хочу зацепиться. Давайте из батарейки раздуем большую теорию на этот счет. Но после небольшого интервью спросим, мы спросили учителя Изабеллу Агановскую, председателя Ассоциации преподавателей права, про детей. Вот пусть она расскажет, какие они патриоты и что она в них видит. Обычно говорят как, что очень хорошо, вернее, легко любить мать красивую, здоровую, богатую и так далее. И очень тяжело любить мать, которая, например, пьяница, валяется в грязи. Это кто-то из классиков, там, революционеров-демократов когда-то говорил. И получается, что сегодня все равно у нас был когда-то образ великой державы, которой мы гордились. И действительно она играла огромную роль на международной арене. И этот патриотизм, он был как бы попроще. А сегодня надо понять, что патриотизм это не просто вот голое слово «я люблю Родину», а патриотизм заключается в том, что я должен что-то сделать для того, чтобы эта Родина изменилась. Да, ситуация непростая, социально-экономическая ситуация непростая. И, соответственно, ну вот, как я уже говорила, гражданственность и патриотизм будет заключаться в том, чтобы я конкретно на своем месте, маленький я человек, большой я человек, депутат я, политик высокого ранга, там, чиновник высокого ранга и так далее. То есть мы все должны вот очень ответственно относиться к тому, что делаем. И в этом будет состоять патриотизм. Но это очень трудно. Все-таки, подводя итог, вам не кажется, что патриотическое воспитание – это все-таки замена каких-то насущных вещей? Вот у нас здесь не изобретают, не знаю, WhatsApp, Viber и Telegram. Telegram дуров сделал за границей. Да, у нас здесь не делают каких-то новейших вещей. Нам сейчас особо нечем гордиться, но вот нам предлагается патриотическое воспитание, такой какой-то повод для гордости. Суррогат, да. Может, нам пока патриотическое воспитание оставить, как зритель пишет, вырастим сами решим, а пока заняться страной и просто перестать чего-то на эту тему фантазировать. Если да, то почему, если нет, то почему? Давайте от каждого из вас. – Дело в том, что мне кажется, то, что дискуссия идет по патриотическому воспитанию, что патриотизм – это своеобразное объединяющее звено, оно действительно имеет место быть, и это должно быть. Почему? Потому что, смотрите, в последнее время это все происходит несколько иначе. У нас меньше начинают мусорить. Вы заметили? – У нас лучше убирать начали. – В том числе и лучше убирать. Вы заметили, что молодежь по-другому совершенно начала рассуждать. Если раньше все говорили, давайте будем за границу ехать, то сейчас я спрашиваю у студентов, а кто из вас хочет за границу? Они говорят, мы там были, у нас все открыто. Общая глобализация, мы были и в Европе, нам с чем сравнить и так далее. И больше начинают заниматься спортом, заметьте, на здоровье обращают внимание. То есть вот эта дискуссия… – Так это им потому, что великие идеи перестали втюхивать, и они рационально себя стали вести. – Нет, нет, это в том числе и через любовь к своей родине, то, что ты должен быть здоровым гражданином, то, что ты должен заниматься. Ведь вы показали сюжет. Обратите внимание, ведь это запрос общества. Ведь сами организуют маленькие кружки, где ребята занимаются физической зарядкой, а не пьют под забором или не курят сигареты. И это общее снижение идет вредных привычек, больше начинают заниматься спортом. Вот это объединяющее начало – это все патриотическое воспитание. – Спасибо. Отставить, может, пока патриотическое воспитание другими вещами, насущными заняться? – Всему должно быть свое время и свое место, я так считаю. Что, несмотря на то, что происходит в стране, как вот был такой и книга, и фильм в свое время, Муанзунт хороший достаточно, хотя без всяких спецэффектов с Меншиковым и Гостюхином в главных ролях. И вот в разные сложные моменты, которые наступают в моей, в частности, жизни и вообще в жизни страны, я иногда себе говорю, а мы все равно будем оборонять Муанзунский архипелаг. Пусть государственность рушится, пусть там продажные чиновники, но это не помешает нам защищать нашу Родину. А кроме того, я так думаю, что надо просто детям, не надо детей насильно макать головой в патриотизм. Надо им просто показывать нашу Родину. Вот я общаюсь со студентами первого курса достаточно часто и в медицинском вузе, и в нашем федеральном университете. Очень немногие люди были в Москве, видели Кремль, Петербурге. Я уже не говорю о других частях нашей страны. Увидят, полюбят. Хорошо, понятно. Очень коротко. Может пока отставить, займемся собой, жизнь наладим, а патриотизм он сам собой появится. На мой взгляд, идея налаживания жизни это и есть формирование патриотизма. Не какого-то абстрактного понятия патриотизма. Вот почему екатеринбуржцы очень любят свой город. Именно потому, что здесь с каждым годом, я здесь живу с 79-го года, с небольшим перерывом на два года на армию. И здесь с каждым годом, как бы сложно ни было, вот каждый год он лучше предыдущего. Есть чем гордиться. И поэтому я патриот этого города, хотя родился не здесь, а приехал сюда в 79-м году. Я приезжаю в свой родной город, я через несколько дней, я, извините за грубое слово, шизею. Я очень люблю свой родной город, но я там долго жить не могу, потому что здесь мне комфортнее. И не потому, что здесь лучше, а патриот. Отлично, отлично. Хороший итог. Давайте будем как екатеринбуржцы. Не будем лузерами и будем гордиться тем, что мы не лузеры. Спасибо большое за этот разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин